Наш сегодняшний выпуск новостей, к сожалению, почти весь посвящен обострившейся ситуации как на границе Армении, так и во всем ближневосточном регионе. По ситуации в Сюнике, что произошло и что происходит сейчас? Сразу оговоримся, ситуация находится в постоянном изменении. Итак, первое. 11 мая азербайджанские вооруженные силы в количестве 250-300 человек нарушили государственную границу Армении в районе озера Сеф-Лич, Черное озеро. Второе. Подразделения вооруженных сил Армении готовы были либо взять в плен, либо уничтожить агрессоров. Но такой команды из штаба Министерства обороны Армении не последовало. Третье. После первичных переговоров, в которых участвовали также представители российских вооруженных сил, часть азербайджанцев покинула территорию Армении, но большая часть осталась и начала укреплять свои позиции. Четвертое. Армения, согласно регламенту, обратилась в ОДКБ в соответствии со статьей 2 Организации договора о коллективной безопасности. Пятое. Переговоры по урегулированию ситуации продолжились и вышли на уровень Пашинян-Путин. Пашинян проинформировал президента Российской Федерации о ситуации, сложившейся вследствие вторжения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении в Сюникскую область. Состоялся также телефонный разговор между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григорианом и секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Шестое. Все переговоры пока заходят в тупик. Азербайджанские вооруженные силы отказываются оставлять занятую территорию Республики Армения. Седьмое. Сегодня Владимир Путин проведет оперативную встречу с членами Совбеза России. Представители власти Армении призвали быть готовыми к плохому сценарию развития событий в Сюникской области. Восьмое. Скорее всего, Алиев даст команду подразделениям вернуться на свои позиции. Правда, кто-то должен дать команду самому Алиеву. Но в случае начала реальных военных действий на территории Армении, это будет началом конца правления бакинского диктатора. И тогда недолго музыка играла, недолго пел в шуши бюль-бюль. Последовала и международная реакция на самом высоком уровне. Председатель Сенатского комитета Конгресса США по иностранным делам Роберт Менендес обратился к президенту США. Нарушение неприкосновенности суверенной территории Армении со стороны Азербайджана – акт агрессии. Надо ясно дать понять Алиеву, что агрессивные действия Баку являются для нас неприемлемыми. Группа депутатов парламента Канады также потребовала от правительства ввести санкции против Азербайджана за вторжение на суверенную территорию Армении. Французский сенатор Валерий Буайе призывает власти Франции наложить санкции на Азербайджан за вторжение на территорию Армении. Выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он обратился со словами поддержки к армянскому народу на армянском языке. Ежедневно в Арцахе российскими военнослужащими уничтожается около 120 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров. Уничтоженные накануне российскими саперами боеприпасы были обнаружены в ходе разминирования Марта-Керцкого района. В Армении и Арцахе растет производство сыра. Работают самые передовые технологии, открыто много производственных площадок частными инвесторами. Армянские сыры становятся все более популярными не только на территории бывшего СССР, но и хорошо продаются в Европе. Друзья, подписывайтесь на наш канал Хайк Медиа в Телеграм. Ежедневные новости Армении и Арцаха. Люди и события армянского мира. Оставайтесь с нами. Будьте на армянской волне. Ереванский филиал всемирно известной IT-компании Крисп, основанной армянами, продолжает расти. В 2020 году компания заплатила в общей сложности 228 миллионов драмов налогов, тем самым заняв 704 место в списке крупнейших налогоплательщиков Армении. В первом квартале 2021 года компания уже выплатила 113 миллионов драмов и поднялась на 412 место в списке крупнейших налогоплательщиков Армении. Техногород Найри – это город армянского IT-будущего. Мечта всей отрасли. Первые 50 домов нового города будут сданы осенью этого года. В конце лета начнется строительство еще 150 домов, школы, детского сада, бизнес-центра и других объектов инфраструктуры. Город займет 415 гектаров. Из них городская площадь составляет 120 гектаров. В остальной части сектора будут расположены сельскохозяйственные и производственные зоны. Полностью проект будет завершен к 2030 году. Концептуально в нем есть решение и идеология Кремниевой долины и Сингапура, но наши национальные ценности и имидж сохранены. Это место, где можно жить, работать, участвовать в мероприятиях, получать и предоставлять качественное образование и трудоустройство для детей, организовывать развлечения, делать сферу деятельности привлекательной для будущих поколений. Ильхам Алиев оказался в политическом тупике после обострения конфликта между Израилем и Палестиной, который уже привел к взаимным большим жертвам. Столкновения произошли возле одной из святынь ислама – мечети Аль-Акса, где прихожане собирались на молитву в период мусульманского поста в Рамадан. Израильские силовики стреляли по молящимся мусульманам резиновыми пулями. Мусульмане всего мира выходят на протесты с призывами защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме от израильских оккупантов. Лидеры арабских стран, Ирана, Пакистана и других государств критикуют и осуждают атаку израильской полиции на первую киблу мусульман. Президент Турции Раджеп Тейб Эрдоган в нервном срыве клеймит Израиль жестоким террористическим государством. И только бакинский диктатор Алиев молчит в тряпочку и боится открыть рот, дабы не обидеть своего стратегического союзника Тель-Авив. Оно и понятно – Алиев своим молчанием, отказом в солидарности с мусульманским миром, платит Тель-Авиву за снабжение оружием. Группа азербайджанских священнослужителей шейхов уже начала бить в колокол. В своем послании президенту Алиеву они призывают его встать на сторону братского мусульманского народа. Шейхи недоумевают, почему молчат все государственные органы, когда растоптана мечеть Аль-Акса, когда она оскверняется во время священного месяца Рамадан. Почему Алиев не делает антиизраильских заявлений? И сами же отвечают на свой вопрос. Потому что лихорадочная мания покупать оружие и распространять смерть для него важнее веры. Священнослужители задаются вопросом, заслуживает ли проживающий в Азербайджане мусульманский народ такого трусливого, антирелигиозного правительства. Как стало известно буквально час назад, президент Турции Раджеп Тейп Эрдоган заявил, что Турция начинает поддерживать сектор газа так же, как поддерживал Азербайджан в войне с Арцахом осенью 2020 года. Заявление, по сути, взрывное. С одной стороны, Эрдоган публично и официально признается в полной поддержке Баку во время Второй Арцахской войны. Так что Алиев безбожно врет, утверждая, что Азербайджан воевал против армянских сил один. Ну, а во-вторых, заявление Эрдогана – это, по сути, разрыв отношений с Израилем и практически объявление войны. Азербайджан 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 Азербайджан